я не в туалете это с кем вы общаетесь сейчас я не знаю мне заколебали вот это кресло вообще не я сижу на кухне это называется это кухня у меня просто задрали 10 и школе ну потому что люди сюда заходят по разным другим причинам меня забрали малолет заходишь хочется пообщаться приходится ругать ну о чем вы общаетесь здесь если не ругаться а я не хочу рука я хочу пообщаться на какие темы общаетесь вы не знаю солдатиков именно почему именно солдатиков которые твою они тоже сидят в этих чатах а почему вы хотите меня солдатиками говорить потому что мне интересно а что и что они думают солдаты а с какой стороны солдаты какие солдаты да не все равно вообще солдаты о чем думаю ну вот сегодня я не знаю вы читали там в бурятии показывали что вы джон и мамы не хотят больше отпускать своих детей и что около 500 человек я бы тоже не отпустила я бы сама я бы меня есть муж который из донбасс я бы тоже не отпустил это я был вместо него пошла а для чего бред зачем но у вас есть ответ ради чего это все у меня у меня есть один ответ то что воюет власть а мир и житель страдает инва подпиет нет вот вас погодите воюет власть да но воевать поедут не власть и даже не их дети воевать они отправляются не своих детей военный билет надо получить а надо получить как его надо служить а служить надо чему кому вот это бред я не понимаю вот этого всего не ну смотри есть это военная понимает а вот страдает воюет власть а страдает мирные жители этого я никогда не понимала и понять не могу хоть убить не могу нет но смотрите если власть говорит мы хотим чтобы вы воевали солдаты до солдаты это мы не хотим воевать и вы хотите воевать и сами детей своих отправляете было бы война потому что они не могут сказать не а почему некоторые у них это получается сказать нет вот смотрите около 500 бурятов стали мы не пойдем и они пошли дай там держали где-то там что их поймали на этом случае им сказали либо сдавать и скидывать оружие либо вот мы вас расстреляет либо я не знаю это дремучий лес скажем так с этим нельзя спорить мы не власть вот это все решить это там решает а мы страдаем но смотрите если брать я вообще с украины и живу с 12 года в россии и я хочу чтобы было был мир как на россии в россии как и в украине чтоб они любили друг друга это уже невозможно нет то что я этих люблю тех ненавижу у меня нет но уже это невозможно украинцы уже россиян любить не могут и не будут это на поколение на какое колено поколение на поколение ну смотрите россия ну как да ладно это так люди говорят здесь посмотрите общественное мнение в украине если убили если убивают людей в украине которые могут много чего наговорить подождите но если на и смотрите вы смотрите вы сидите в доме на ваши головы не падают бомбы поэтому вам невозможно сегодня понять этих людей понимаете вот если вы посидели право при бомбежках вот поэтому эти люди так вот эти люди поэтому никогда не смогут простить смотрите что получается для них что я могу сделать ну так все россияне говорят что я один могу сделать получается так никто ничего не может сделать никто ничего не делать а кто вы я с украины нет вы живете вы с двенадцатого года у вас есть гражданство россии или нет вы никогда не получали гражданство россии не то есть вы хотите вернуться обратно в украину после войны нет а как я не знаю хочу все состоит от обстоятельства что происходит на украине у меня на украине есть дом есть три гектара садовы у меня есть он на украине я приехал на три месяца на заработки на украину вы когда-нибудь слышали чтобы на заработки приехал какой-либо россиян куда приехал вообще либо какой-то человек приехал на заработки на украину конечно видел я даже знаю таких людей знал сегодня уже нет они все забрались ну есть люди которые занимаются бизнесом в украине которые были россияне они из россии люди из россии приезжали в украину делали бизнес и занимались и ну послушайте о чем вы говорите что вы что вы вообще рассказывать вы знаете сколько людей которые не на того человека попали чтобы ему что-то навязать так я вам не навязываю с вами общаемся просто понимаете я за мир во всем мире при этом я с двенадцатого года в россии у меня бизнес в украине риторика пошла о том что как сделать так чтобы вот вернулась хотя бы на то состояние которое было никогда этого уже не будет никогда люди которые почувствовали на себе бомбы они не смогут простить для того чтобы простить что-то или кого-то да во-первых должно пройти время автор должно быть такое покаяние а в россии нет этого ничего они не чувствуют себя виноватыми они не понимают что они творят ну скажем так за исключением маленького кого-то процента людей которые сегодня отправляют по тюрьмам или которые сегодня выезжают из страны просто бегут общая масса общее население россии сегодня поддерживают эту агрессию больше того они качать давай еще давай до конца давай вообще до европы их же пичкают этой пропагандой но они не хотят думать они хотят понять где это сострадание человеческое где даже это материнское какое-то чувство да ведь погибают же и дети тоже они качать о том что восемь лет бомбили донбасс да посмотрите на донбасс и посмотрите на украину сегодня если вы говорите что вам было жалко детей на донбассе почему вам не жалко детей сегодня в мариуполе в харькове в одессе чернигове киеве в других городах украины где-то сострадание его нет люди обозленные агрессивные недовольные жизнью и поэтому они хотят чтобы украине было еще хуже чем у них вместо того чтобы разбираться со своей властью и все претензии своей власти предъявлять причем здесь украина что украина сделала так что люди в россии живут плохо нет украина все что хотела говорила отстаньте от нас дайте нам жить как мы хотим мы хотим жить демократической стране мы хотим развиваться и мы хотим дружить со всем миром если вы хотите жить изолированным если вы хотите жить как при советском союзе живите но нас нужно тянуть туда мы не хотим и сегодня это говорят даже те люди которые еще до недавнего времени так не думали В тех регионах, в которых люди говорили на русском языке, в тех регионах, в которых даже мэры городов говорили до войны одно, а сегодня уже говорят другое. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok